приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 14 ноября скажем о том как вы можете привлечь удачу на следующий месяц помощью одной практики которую вы должны будете проделать именно 14 ноября обращаем ваше внимание что 14 ноября невероятно благоприятный и удачный день поэтому обязательно сегодня положите левую ладонь и тихонько скажите почему именно нужно провести эту практику какие слова нужно сказать далее в этом видео также уделим внимание народному календарю и лунному календарю поэтому обязательно досмотрите это видео до конца будет много полезных важные друзья и интересной информации для каждого человека а также прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии итак друзья народный календарь и народные приметы на 14 ноября 14 ноября народно-христианское торжество которое называлось нашими предками осенние кузьминки или день кузьмы и демьяна согласно церковному календарю сегодня вспоминают чудотворцев косьму и дамиана осийских в народе этот день назвали еще день и кузьминки а также куретники 14 ноября по народным приметам было принято резать кур которых должен был обязательно осветить священник для этого женщины держа в руках курочек вставали вокруг церкви молились и ждали батюшку затем шли домой и готовили разные блюда которые ели всей семьей чтобы не болеть и не беднеть существовал в день кузьмы и демьян демьяна такой обряд женщины после церкви несли своих курочек боярине чтобы поднести ей на красное житье за то что она им дарила ленты и броши этих кур не убивали а кормили лучшей едой так как яйца из-под них считались полезными при болезнях живота а вот у пустохов 14 ноября был свой обычай самый старший из них брал петуха и отрезал ему голову и далее кидал в овчарню все остальное отдавал женщинам чтобы те отрезали ему ноги и кинули в дом считаю что таким образом и овцы всегда будут целы и куры будут водиться то что осталось от петуха потрошили и варили суп который съедали всей семьей так как демьян и кузьма покровительствовали кузнецам и мастерицам 14 ноября мастера кузнечного дела не работали считался грех и да и рукодельницы не брались сегодня за работу только лишь в те кто еще не успел приступить по какой-то причине к вязанию и приодению тогда они просили помощи у демьяна и кузьмы наверстать упущенное среди молодежи были свои обычаи они снимали на день избу где ставили столы за которые приглашали вечером парней вместе пели танцевали играли в разные игры до самого утра если же еды не хватало то парни шли воровать кур с чужого двора никто их за это не ругал 1 сельчаник их злодейству были лояльны из украденных кур готовили суп с лапшой им угощали всех кто заходил в такой дом а вот мужики 14 ноября обязательно чествовали хозяина дома домового женщины для него варили пшеничную кашу которую ставили в темный угол нежели если же этого не сделать то по народным приметам беды не избежать обижены домовой мог и сломать и утварь и даже скотине навредить родившиеся 14 ноября считались дотошными работниками и занудными людьми по своей натуре это были лидеры у этих людей отлично было развито логическое мышление они имели аналитический склад ума или и легко улавливали истинную суть любых событий талисманом рожденного в этот день являлся коралл этот камень не только обладает лечебными свойствами но и также борется с опухолями воспалениями язвами но еще и оберегает от несчастье и защищает от порчи и сглаза наши предки строго следовали на приметам народного календаря и знали что нельзя делать 14 ноября для того чтобы не навлечь беды и горести на себя и своих близких так сегодня были запрещены излишние траты а тот кто не послушается этого запрета самом скором будущем станет жить в нужде и лишениях потеряв все свои накопления нельзя было 14 ноября девушкам на выданье грустить и проводить вечер в одиночестве сегодня отмечалась кузьминская вечеринка во время которой всех нужно было угостить пивом и пирогами приготовленными молодыми хозяйками даже у наших предков была традиция праздновать до утра а если не хватало еды то ходили по дворам чтобы добыть курицу которую зажаривали вместе с картошкой и грибами к такой краже хозяева птицы относились спокойно сегодня конечно красть не стоит но вот приготовить куриные блюда для праздничного стола нужно кстати в этот день можно съесть из сердца курицы и считалось то что тот человек здоровым будет целый год по народной примете 14 ноября нельзя было закрывать входные двери снаружи поскольку считалось что благополучие придет а в дом зайти не сможет поэтому так важно важно чтобы в день кузьмы и демьяна в доме обязательно был кто-то из домочадцев если же нужно было отлучиться то только ненадолго оставив обязательно открытыми окно или форточку ни в коем случае нельзя было 14 ноября подавать милостыни смотреть нищему в глаза считалось что таким образом можно привлечь к себе и беды и лишения однако и отказывать в подаяние сегодня не стоит близкие будут голодать и нищенствовать день кузьмы и демьяна нельзя было гнать и из комнаты кошку она сегодня может предсказать исполнится ли ваше желание если его загадать в полночь и спросить о нем у животного если замяукает или замурлычет ваша пушистая кошечка то очень скоро сбудется задуманная а если будет молчать то увы пока не суждено воплотиться в жизнь вашему желанию и как мы уже сказали друзья сегодня 14 ноября был магический день поэтому сегодня вы можете заручиться поддержкой высших сил для этого в любое время когда у вас будет хорошее настроение вас никто не будет отвлекать вы можете присесть спокойной обстановочки обязательно выключите телефон гаджеты телевизор не нужно в этот раз в этот момент смотреть сериалы и берем нашу левую ладонь и ложим левую ладонь на правую и далее нужно сказать следующие слова удача со мной все беды за спиной как захочу так и будет и этих слов будет достаточно для того чтобы запустить вибрации удачи и везения в свою жизнь 14 ноября друзья в любое время обязательно проведите эту простую и легкую практику ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 14 ноября 2021 года по лунному календарю сегодня 10 и all 11 лунный день растущая луна в знаке зодиака овен вы знаете сегодня силы в нашем организме начинают бить фонтаном созидание во всех смыслах и главный девиз и даже тема этого дня почему дело в том что сегодня энергетически очень сильный день и этой энергии он питает всех так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил бодрости и оптимизма когда хочется действительно свернуть горы поэтому вершитесь сегодня творите созидайте не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания потому что вам все будет сегодня по плечу в этом потоке жизнерадости обязательно нужно будет найти время чтобы посвятить его своим корням своим предкам истории своей семьи если есть возможность навестите сегодня родителей посмотрите с ними старые фотографии поговорите с ними о вашем роде также постарайтесь изучить и вспомнить свою родословную этот день будет он очень удачен для создания новой семьи также в этот день может произойти постижение каких-то высших истин приобщение к божественным знаниям который откроет вам очень важные тайны они могут указывать вам на то в каком направлении надлежит вам двигаться дальше очень часто такие просветления дарят нам вот то вот неожиданное от чего мы с вами не ожидали и найти вот эти дни такие и этого не ожидаешь и она раз и случается также сегодня луна у нас находится в знаке зодиака овен а значит она благотворно влияет на реализацию всего что связано с выживанием из позволяет в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством помогает управлять материей при смене физического тела возможно используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни вы можете открыть свой внутренний потенциал вы знаете когда луна находится в знаке зодиака овен происходит именно увеличение физической и психической активности и возникает желание быть первым во всем даже у людей возникает азарт происходит изменение в умственных способностях проявляется творчество оригинальность смелость и даже агрессивность в это время хочется заниматься чем-то необычным они рутиной по отношению коллегам начинает появляться энтузиазм и азарт желание много путешествовать и этим стоит воспользоваться лихие водители и отчаянные пешеходы которые в эти дни на наших дорогах великое множество значительно усложняет ситуацию потому что человек который находится в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно поэтому сегодня ссоры могут заканчиваться драками коллеги начинает то одно дело то другое им все быстро надоедает и в офисе сложно усидеть на одном месте хочется все время двигаться что касается начальства то его поведение становится эмоциональным и импульсивным он принимает решение спонтанно не думая о других рубит шашкой то налево то направо и соответственно возникает большая вероятность того что можно попасть под горячую руку сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться даже благоустройством своего дома это семейный день поэтому хорошо сегодня быть вместе с семьей с близкими приглашать родственников очень уместным этот день будет будет если вы вспомните какие-то традиции своей семьи своих предков и будете стараться поддерживать и даже их укреплять в будущем именно в этот день рекомендуется начинать строительство своего дома для своей семьи если сегодня у вас есть и печаль то она окажется кратковременная на быстро и легко забудется однако сегодня не рекомендуется путешествовать вы знаете в целом сегодняшний день проходит очень приятно особенно это чувствуется если у вас дома и у вас на работе вот сплоченная команда сегодня энергия бьет ключом и одним махом можно выполнить неделю недельную рабочую норму потому что именно 14 ноября сегодня один из самых удачных дней для бизнесменов для тех людей которые увлечены своей карьерой поэтому дерзайте и используйте такой шанс сегодня хорошо идут самостоятельные общественные коллективные работы на вашем пороге сегодня профессиональный успех также сегодняшний день достаточно хорошо удачен для переговоров люди легко идут на контакт они не конфликты если вы торгуете то торгуете покой покупайте продавайте потому что будет хороший достаточно продажи день хорошие для решения финансовых вопросов вполне вы можете ожидать сегодня и финансовых поступлений что же касательно стрижки волос то делая стрижку именно сегодня вы к сожалению нарушаете гармонию что может повлиять на ваше здоровье в будущем более того новая стричка может получиться неряшливый и будет долго отрастать именно в этот день 14 ноября хорошо будет если вы запланируете например курс лечения волос и начнете пить пить витаминки но проконсультируйтесь с врачом обязательно также обязательно сделайте массаж головы и шеи это улучшит приток кровь крови к луковицам волос и скоро вы заметите что не только волосы стали расти лучше но и кожа лица приобрела более здоровый вид также обращаем ваше внимание что эти лунные сутки хорошо подойдут для доведения до ума вашего образа или стил стиля будет здорово если вы измените образ за счет например удлинение волос наращивание волос и увеличи увеличение густоты натуральными прядями благоприятно сегодня повлияет на вашу ауру что же касательно окраски волос то окраска натуральными красителями поможет сегодня расположить начальство к вашей персоне прическа рекомендуется расчесывать волосы как можно сегодня чаще это усилит проводящую функцию волос